Итак, я хотел сказать еще пару слов про линейные регрессии. Собственно говоря, давайте в качестве напоминания. Напомню. Что мы в прошлый раз обсуждали, метод наименьших квадратов. Который состоит в том, что если у нас есть какая-нибудь регрессионная задача, мы хотим, у нас есть какие-то данные, есть какие-то x и какие-то y. Допустим, x у нас одномерный для простоты. И у нас есть какая-то модель, которая нам говорит, что y – это есть какой-нибудь w0 плюс w1 умножить на x. И мы подбираем w0 и w1 таким образом, чтобы получающаяся регрессионная прямая… Мы считаем, что вот это наши предсказания, и мы хотим, чтобы ошибки этих предсказаний были бы маленькими. А под ошибками мы подразумеваем вот такие вот штуки. Мы берем наши данные. Мы считаем, что вот эти точки – это наши данные. Значит, у нас есть… Давайте считать, что мои данные обозначаются как x1, y1 и так далее. xn, y1 – это обучающая выборка. И мы хотим, чтобы вот такая величина… Была бы как можно меньше. Значит, у такой задачи есть разные интерпретации и разные соображения, почему мы минимизируем именно такую величину. Самое простое соображение, что мы хотим посчитать отклонение наших предсказаний, которые издаются вот этой формулой от правильных ответов. Но при этом, если бы мы здесь не написали бы, ничего бы не возвели в квадрат, то у нас здесь были бы отклонения в большую сторону, отклонения в меньшую сторону. И отклонение в меньшую сторону могли бы скомпенсировать отклонение в большую сторону. Это не то, что мы хотим. Мы хотим что-то вроде расстояния, но понятно, что это расстояние, мы хотим сделать так, чтобы отклонение в большую сторону, отклонение в меньшую сторону, и то, и то приводило бы к тому, что наш штраф увеличивался, и поэтому нам хочется как-то избавиться от знака, и такой стандартный способ избавиться от знака – это возвести число в квадрат. Ну, понятно, что тут есть другие интерпретации, например, можно про эту штуку думать как про квадрат длины некоторого вектора, есть некоторая линейная алгебраическая постановка этой же задачи, где фигуруют какие-то большие вектора, их длины, в общем, все такое. Можно приводить теоретическое вероятность на обоснование того, почему эта функция должна быть такой, но в принципе она не обязана быть такой. В принципе, здесь можно было бы рассмотреть вот здесь какие-нибудь другие функции, в частности, можно просто рассмотреть такую общую задачу, что мы минимизируем какую-то… Пусть у нас есть какая-то функция L от двух аргументов – от Y настоящего и от Y, который мы предсказываем. Которая меряет, насколько нам плохо от того, что вместо вот этого Y true мы предсказали… И дальше можно рассматривать такую общую задачу, что вот мы хотим минимизировать просто вот такую штуку. В этом случае метод наименьший квадрат – это частный случай вот этой постановки, общей постановки, а именно, если функция L – Y true, Y predict – это просто разница в квадрате, то как раз получается метод наименьший квадрат. Вот. Ну а дальше возникает вопрос. Дальше как бы возникает некое такое пространство для выбора вот этой функции. Она называется функция потерь. Значит, эта штука – это функция потерь. И свойства этой функции потерь, они на самом деле не предопределены какой-то математикой, они могут определяться из соображения вашей практической задачи, из соображения того, от чего вам становится плохо. Например, может такое быть, что для вас разную цену имеют ошибки, типа, что если вы ошиблись в большую или меньшую сторону. Можно себе такое представить. Поэтому, в принципе, вот эта квадратичная функция, которая симметричная, она совершенно не единственная возможная. И в качестве другой функции можно предложить другой популярный выбор. Это вот такая штука. Это просто модуль расстояния между двумя предсказаниями. Можно как-нибудь аккуратненько перпендикулярчик опускать на нашу кривую предсказаний, чтобы считать расстояние не на той же координате, а расстояние до кривой? Это будет другая задача. Это у вас тогда будет задача методных главных компонентов, если вы будете опускать перпендикуляр вот так вот. Здесь идея в том, что мы строим именно предсказательную модель, то есть мы пытаемся предсказывать y по x, и поэтому разумный физический смысл для нас имеет не расстояние, которое посчитается вот так, а именно разница между предсказанным значением. Я взял какую-то точку x, допустим, точку x, которая соответствует вот этому дата-поинту, посчитал для него предсказание, оно вот здесь. И разница между предсказанием и тем, что на самом деле нужно было получить, это ровно вот такая штука, которая получается, если опускать не перпендикулярно, а вертикально. Хотя опускать перпендикулярно тоже можно, будет другая задача, которая возникает, ну, то, что называется метод на снижение размерности, метод главных компонентов. Не знаю, может быть, вы тоже когда-нибудь будете это изучать, но точно будете изучать, если возьмете курс машинного обучения, туда это должно входить. Может быть, где-то еще это вам встретится. Вот такая вот штука тоже бывает. Давайте попробуем понять, чем отличаются вот эти вот две функции потерь. Квадратичная и вот такая вот с модулем. Она называется типа absolute error, абсолютная ошибка. А вот эта вот функция называется квадратичная ошибка. Чтобы понять, чем отличаются эти две функции, давайте рассмотрим такую задачу. Давайте считать, что у меня вообще нет. Да, значит, Саша прав. Первое, боится больших ошибок. Вот эта штука. Как бы, если у вас большое расхождение между истинным и ответным предсказанием, то это как бы штрафует нас, ну, нелинейно возрастает. Давайте посмотрим, как это влияет на наши предсказания. Давайте для этого рассмотрим такую задачу, когда у нас вообще нет никакого икса, а есть просто набор игреков. Представьте себе, что мы просто думаем так. У меня есть набор игреков, и мы хотим найти такой игрек с крышкой, такой, чтобы сумма по и от 1 до n, y с крышкой минус y и t в квадрате, было бы как можно меньше. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что у нас есть такая регуляционная модель, в которой вот этой части вообще нет, а есть просто вот такая часть. То есть, мы выбираем просто фиксированное значение w0 и считаем, что у нас наше предсказание – это просто константа. Вопрос. Что является решением вот такой вот оптимизационной задачи? Может быть, вы где-то с этим уже сталкивались. Если не сталкивались, то это короткое упражнение на 3 минуты. Так, видимо, не сталкивались, иначе сразу рассказали. Типа сумма y и t их делить на 2. А почему на 2? На n. Выберешь на среднее. А, на n, да. Да, ну, действительно, если я просто посчитаю производную, то у меня будет, значит, 2 суммы y с крышкой минус y и t. И эту штуку надо приравнять к нулю. Но двойка ни на что не влияет, а y с крышкой получается чего у нас? n, y с крышкой минус n суммы y и t равняется нулю. То есть, y с крышкой равняется… Так, нет, что-то не то у меня получилось. Здесь не должно быть n. Значит, y с крышкой равняется просто выборочному среднему, обычному среднему арифметическому. Окей. А теперь давайте сделаем то же самое, только с другой функцией потерь, а именно с абсолютными потерями. Давайте для простоты будем считать, что n нечетно, и среди y и тах нет одинаковых. Что теперь? Значит, теперь задачка немножко посложнее, потому что тут есть какой-то дурацкий модуль, модуль не так приятно дифференцировать, как квадрат. Но, тем не менее, давайте попробуем. Значит, можно дифференцировать, а можно… Ну, можно просто посмотреть внимательно. На самом деле, такая задачка встречается, я не знаю. Я помню, что несколько лет назад, когда я участвовал в Lash I Love Economics, у нас была такая задачка в качестве одной из задачек на отыскание экстремумов. Значит, давайте смотреть. Вот у меня есть наши точки. Давайте я их упорядочу для простоты. Пусть у меня это будет y1, y2, y3, y4, здесь будет y5. И что я хочу сделать? Я хочу… Вот у меня есть какая-нибудь моя точка y с крышкой. И что такое здесь написано? Здесь написано сумма расстояний от этого y с крышкой до всех этих точек, которые у меня отмечены. Ну, давайте смотреть, что будет происходить. Ну, вот понятно, что вот такое положение y с крышкой неоптимально, потому что я могу подвинуть ее вправо, и после этого у меня… после этого у меня все расстояния будут уменьшаться. вопрос, докуда надо двигать вправо? Как далеко продвижение этой точки вправо будет приводить к тому, что суммарное расстояние будет уменьшаться? До y3. До y3, да. Ну, действительно, потому что понятно, что когда она левее всех точек, если я ее сдвигаю вправо, то уменьшаются все расстояния. когда я ее дотащил до, например, вот досюда, между y1 и y2, то когда я ее сдвигаю вправо, у меня расстояние до y1 увеличивается, до y2 уменьшается. Причем так, что сумма вот этих двух расстояний будет одинаковая. Естественно, она будет просто равна расстоянию от y1 до y2. Но зато тут справа остается еще куча точек, до которых расстояние будет уменьшаться. Поэтому мне все еще выгодно ее двигать вправо. Ну, и дальше таким макаром я ее буду двигать-двигать. Значит, опять же, вот здесь еще выгодно двигать вправо, потому что y1 и y2 компенсируют y3 и y4, а y5 тянет к себе. Но когда я дойду до y3, ситуация пройдет в равновесии. Значит, может такое быть, что 2,5 близко друг к другу, а 1 далеко. Действительно, может такое быть. Давайте посмотрим, что при этом происходит. Вот если у меня y1, например, вот здесь, где-нибудь, а вот эти вот точечки, наоборот, близки друг к другу. Скажем, вот y5 я могу переместить куда-нибудь вот сюда. Вот так вы хотите. Вот так вы хотите. Да, ну смотрите, логика абсолютно такая же. Когда я вот здесь, мне нужно двигаться вправо. Когда я вот здесь, мне все равно нужно двигаться вправо, потому что от того, что я немножко сдвинусь вправо, с точки зрения вот этих двух точек, суммарное расстояние до вот этих двух точек, до y1 и до y2, не поменяется вовсе, а расстояние до вот этих трех точек уменьшится. Поэтому здесь мне по-прежнему нужно двигаться вправо. И так далее. Когда я дойду до сюда, мне все равно нужно еще двигаться вправо, потому что, да, вот это расстояние до y1, оно большое. Но тем не менее, когда я сдвигаюсь чуть-чуть вправо, значит, большое оно или маленькое, неважно. Важно то, как оно меняется. А меняться оно будет так, что оно будет увеличиваться, это расстояние, но это увеличение будет компенсироваться уменьшением расстояния до y3 и y4. И так до сих пор, пока я не доеду до y3. Согласны? Это, на самом деле, очень важно. Это хороший был вопрос. Но, на самом деле, чего мы получили? Как теперь сказать, кто такой y с крышкой в этой задаче? В предыдущей задаче у нас y с крышкой был выборочным средним. А эта штука как называется? Медиана. Да, это медиана. Вот. И, то есть, смотрите, оказывается, что выбор функции потерь, он связан с тем, как вы оцениваете, ну, это называется оценка мер оценка мер центральной тенденции в статистике. и видно, что, например, значит, вот такая абсолютная ошибка, она соответствует тому, что мы просто вместо того, чтобы целиться в выборочное среднее, будем целиться в медиан. А медиан обладает тем хорошим свойством, например, что она, как говорят, нечувствительна к выбросам, менее чувствительна к выбросам. То есть, от того, что я вот эту вот точку Y1 утащил куда-то далеко влево, как видите, ничего не поменялось. У меня Y с крышкой как было на Y3, так и осталось. Вот. Это, на самом деле, бывает важно, потому что данные не всегда хорошие. Может так оказаться, что у вас какие-нибудь данные, которые устроены как-нибудь вот так. Представьте себе, что у вас здесь есть какая-нибудь вот такая вот зависимость. А еще у вас есть какое-то количество точек, которые вам все портят, которые непонятно откуда взялись и висят где-нибудь вот здесь. Вот в этом случае может так оказаться, что вот те точки, которые у вас вот здесь вот есть, они совершенно не укладываются в общий закон, и по-хорошему так их следовало бы как-нибудь аккуратненько проигнорировать, если бы мы их хорошо бы умели выделять. Это, на самом деле, всегда такой философский вопрос. Есть общий термин в статистике, который называется outlier выброс. Я, честно говоря, его немножко недолюбливаю, потому что, во-первых, обычно непонятно, что это такое. Нет никакого критерия того, что является outlier, а что нет. Такого универсального, математического. А с другой стороны, с другой стороны, непонятно, что делать с этими outlierами, откуда они взялись. Может быть, что они свидетельствуют действительно о каком-то важном эффекте, а может быть, что они возникли просто из-за того, что у вас возникла какая-то ошибка при сборе данных. Представьте себе, что вы скрепите страницу, и у вас на каких-то страницах по какой-то причине, скажем, в качестве десятичного разделителя, не точка, а запятая. И вот у вас уже ваш скрепер выдает результаты на этих страницах, которые вообще ни к селу, ни к городу. Конечно, по-хорошему надо исправить скрепер. Но, может быть, скрепер написал другой человек, выдал вам эти данные, и дальше вам надо с ними что-то делать. И вот вы хотите сделать какой-то метод, который будет не слишком чувствителен к вот этим выбросам. И в этом случае, например, регрессия, которая основана на минимизации вот такой вот функции потерь, она будет, ну, в некотором смысле, лучше, по крайней мере, она будет устойчивой по отношению к выбросам, чем более устойчивой по отношению к выбросам, чем регрессия, основанная на вот такой функции потерь, на квадратичной функции потерь. Вот. В общем, мораль этой части такая. В машинном обучении бывают разные, даже если мы говорим про узкую область линейных регрессий, они бывают разные. Например, бывают регрессии с разными функциями потерь. Еще бывают регрессии со всякими регуляризациями. И еще бывает уйма всего. Что вы узнаете, если запишетесь на курс машинного обучения? Я чувствую себя немножко как это salesperson, человеком, который пытается вам продать курс по машинному обучению. Но это я делаю исключительно потому, что я боюсь, что может возникнуть обратный эффект. Вы послушаете, две лекции мои сейчас. Решите, что вы все знаете про машинное обучение и не пойдете на хороший курс. Так что я всячески пытаюсь демонстрировать, что я не рассказал вам и не расскажу за две лекции все машинное обучение. Там есть много нового, чего хочется поизучать. кто-то кто-то уже был. Окей, смотрите. Давайте я на этом пока что остановлю историю про рекрессии и сейчас хочу немножко поговорить про классификаторы. Я в прошлый раз рассказывал, что бывают задачи регрессии, бывают задачи классификации. И задачи классификации это когда та переменная, которую вы хотите предсказывать, она категориальная. То есть она принимает не числовые значения произвольные, не неущественное число, а просто какой-то элемент исконечного множества. Например, допустим, у нас есть такая задача в анализе естественных текстов, текстов на естественном языке называется sentiment-анализ. Это когда у вас есть какой-то текст, и вам нужно понять какая-то анальность у этого текста. Это текст положительно окрашен, отрицательно окрашен или нейтральный. Вот пример такой задачи классификации. когда у вас есть три класса. Ну, самая простая задача классификации это когда у вас есть два класса. Это называется, ну, собственно говоря, она так и называется, типа двухклассовая классификация. И я сейчас хотел поговорить про модель, с которой вы тоже наверняка столкнетесь на эконометрике. Это модель логистической регрессии. Тут есть некоторая терминологическая путаница, как обычно. давайте я напишу про задачу классификации. Целевая переменная, которую мы пытаемся предсказать. категориальная. То есть принимает одно из конечного множества значений. переменная. Ну, тут тоже возникают разные варианты. Например, целевая переменная может быть категориальная, но поэтому она может быть упорядоченной. ну, вот, скажем, та же самая тональность, да, у вас есть порядок отрицательная, нейтральная, положительная. Или, допустим, оценка на экзамене. Это тоже категориальная переменная, грубо говоря, удовлетворительно, неудовлетворительно, ну, там, отлично, хорошо, вот эти вот все вещи. Удовлетворительно, отлично, хорошо, что-нибудь такое. Вот, но там есть какой-то порядок. Может, не быть никакого порядка. Но сейчас мы будем говорить про бинарную классификацию, значит, задачи двухклассовой классификации, когда классов всего два. И, в принципе, их тогда можно закодировать просто ноликом и единичкой. Вот. И, ну, то есть, тогда фактически ваши данные будут устроены как-то так. Допустим, я не знаю, какая задача скоринга. Мы пытаемся предсказать, человек вернет кредит или не вернет кредит. Ну, и, опять же, картинку я рисую для случая одномерного пространства признаков. У нас есть одномерный x. Ну, на практике, конечно, может оказаться, что x, ну, и всегда на практике у вас, как правило, больше, чем одна переменная. Но можно себе представить, что у нас сейчас данные устроены как-то так. Ну, например, что-то вот в таком роде. И дальше опять же мы хотим построить какую-то модель, которая будет предсказывать y по x. Ну, что здесь можно сделать? Ну, первая идея в том, что, окей, мы вот такую картинку нарисовали, и, в принципе, ничто не мешает нам применить к этой картинке нашу обычную линейную модель, построить какую-нибудь вот такую прямую, которая будет как-то эти точки аппроксимировать. в принципе, это в какой-то мере имеет смысл, и даже не то, чтобы получился бы какой-то совершенно безумный результат. Если вы как-нибудь вот так вот аппроксимируете, то вы увидите, что, например, вот для этих данных у вас с возрастанием x, значение вот этих ваших предсказаний тоже возрастает. Ну, это в целом оправдано, потому что действительно у нас при больших x, вот здесь много точек, а при маленьких x много точек наоборот вот здесь, то есть при больших x скорее вы получите y равный единице, а при маленьких скорее y равный нуль. Минус этого подхода состоит в том, что совершенно непонятно, как интерпретировать вот эти предсказания. То есть мы получили какую-то прямую, какую-то линейную функцию, которая выдает нам какие-то числа от минус бесконечности до плюс бесконечности, и не очень понятно, как их интерпретировать. В принципе, нам хотелось бы что-то сказать, в какой-то момент произнести слово вероятность. Хотелось бы сказать, что по мере увеличения x вероятность того, что y станет равным единице, возрастает. Вот что-то в таком роде. Но понятно, что вот эти значения, которые здесь появляются, допустим, вот эти значения или вот эти значения отрицательные или большие единицы никак нельзя интерпретировать в качестве вероятности. Ну, в принципе, можно было бы просто здесь как-нибудь это дело обрезать, то есть сказать, что у нас эта картинка выглядит как-то вот так. Но на практике люди обычно применяют другую модель, которая как-то более в большей степени соответствует нашим идее о том, что мы предсказываем вероятность. а именно вместо того, чтобы предсказывать линейную функцию, предсказывается вот какая штука. На самом деле можно думать об этом так. Значит, у нас есть вероятности, это какие-то объекты числа от нуля до единиц. Бывают штуки, которые называются odds, по-русски шансы, и это штука, которая вычисляется вот так. 1 P разделить на 1 минус P. Ну, я думаю, что вы про такое слышали. Ну, например, когда говорят шансы выиграть один к одному. Это что значит? Вероятность выиграть чему равна? 50 на 50. 50 на 50, да, одна вторая. Ну, это, в общем, вот это вот оно и есть. Да, то есть вы просто, когда вы говорите один к одному, то это означает, что вероятность выиграть такая же, как вероятность проиграть. То есть вы пишете отношение события и, наоборот, дополнительного события. Отношение вероятности события к вероятности того, что это событие не произойдет. Штука называется шансами. И давайте смотреть. Значит, если P меняется от нуля до единицы, задачка по анализу функциональной переменной, в ком-диапазоне меняется вот эта штука. P разделить на один минус P. Скажите, кто-нибудь? Неловко простить, но повторите вопрос, пожалуйста. Значит, в каком диапазоне меняется, значит, если P, вероятность, меняется в диапазоне от нуля до единицы, в каком диапазоне меняется вот эта величина? P разделить на один минус P. От нуля до плюс бесконечности. От нуля до плюс бесконечности, да. А теперь давайте мы вот что сделаем. Теперь давайте мы возьмем логарифм от этой штуки. Это называется log odds, логарифм шансов. В каком диапазоне меняется эта штука? От минус до плюс бесконечности. Минус бесконечности до плюс бесконечности, да. А теперь смотри, теперь давайте мы сделаем такую штуку. Давайте мы скажем, что вот у нас есть функция P от X, будет P маленькая от X. Это вероятность того, что Y равняется единице для данного X. То есть я считаю, что вот у меня меняется X и меняется вероятность в выпадении единички. То есть я считаю, что вот эти вот нолики и единички, которые у меня здесь получены, они получены просто результатом подкидывания монетки. Но монетка не обязательно частная, у нее вероятность выпадения единицы зависит от X. И, соответственно, эту вероятность просто я обозначу как функцию P от X. И давайте пересчитать, что у меня жизнь устроена так. Логарифм P от X разделить на 1 минус P от X. Это есть линейная функция. Такая штука. Значит, вот это вот выглядит уже вполне реалистично, потому что величина слева она меняется от минуса бесконечности до плюс бесконечности. Поэтому, в принципе, ее приравнять к какой-то линейной функции, у которой тоже область значения от минуса бесконечности до плюс бесконечности, не выглядит чем-то странным. И, собственно говоря, если мы это сделаем, то мы получим как раз логистическую модель. То есть, вместо того, чтобы подгонять, ну, можно сейчас наоборот, можно сейчас наоборот сделать. Смотрите, давайте мы обратную функцию найдем, давайте мы выразим P наоборот. Значит, вот с этого равенства выразим просто P. Давайте я сейчас вот эту вот штуку как-нибудь обозначу. Вот. Пусть будет U. Обычно я в этой формуле правой части обозначил буквой Z, но сейчас что-то стремно. Давайте пусть она будет U. Значит, и давайте просто выражу, если у меня логарифм это есть U, тогда что здесь получается? Ой, господи, боже мой, надо считать. Равняется. Давайте я для краткости не буду писать зависимость от X. Это есть E в степени U P равняется E в степени U 1 минус P. P 1 плюс E в степени U равняется E в степени U. P равняется E в степени U разделить на 1 плюс E в степени U. Или что то же самое вот такая штука. Значит, вот эту вот функцию ее обычно обозначают сигмоидой, сигмоидой, и графика ее выглядит так. Вот. Я в какой-то момент стал включать эту функцию в упражнение по анализу. Не помню. Но, кажется, в прошлом году уже включал. Кажется, была она где-то в одном из семинарских листочков. Значит, графика выглядит вот так. Если не верите, можете построить и убедиться в этом. Так, это сигма. Вот. Ну и на самом деле теперь смотрите, что происходит. Значит, вот есть у нас вот такая сигмоида. И когда мы пишем, значит, если у нас U это W0 плюс W1X, то это означает, что у нас P это есть сигмоида, которая применили просто линейное преобразование. То есть, это означает, что мы ее можем двигать вправо-влево и масштабируя X делать вот эту ступеньку более гладкой, либо наоборот более резкой. И дальше идея состоит в том, что мы хотим уже не прямую, а именно вот такую седьмую EDA подогнать к нашим данным. Можно вопрос, а насколько эта штука похожа на тангенс? Эта штука на самом деле является перемасштабированной версией гиперболического арктангенса, но необычного. Не вполне совпадает. Ну, то есть, по своим свойствам она похожа на обычный арктангенс, в том смысле, что у нее тоже две горизонтальные оси, это все такое. Но, в принципе, это немножко другая. Ну, и, соответственно, дальше наша задача подогнать вот эту седьмую EDA так, чтобы она более-менее соответствовала этим данным. Значит, тут возникает, ну, на самом деле возникает штука, которая называется оценка максимума правдоподобия. Ладно, давайте я скажу, что это. Значит, функция потерь у нас будет устроена так. Оценки максимального правдоподобия у нас на статистике были. Уже были, да? Ну, отлично. Мы закончили курс статистики сервера. Ну, хорошо. Значит, тогда понятно ли, что означает, если я скажу, что мы будем подбирать W0 и W1 как раз исходя и с максимизация правдоподобия моих данных. Вот такое заклинание понятно или не очень? Я легко могу представить себе, что это с одной переменной происходит, ну, а с двумя, наверное, просто максимизация на плоскости. Мы так это не писали, но, наверное, как вот, ну, тоже вполне себе площадь. Мы же умеем считать производ... ну, плотность производной по вектору. Ну, смотрите, да, значит, тут вопрос такой, что такое функция правдоподобия здесь будет вот в этой вот задаче? У нас есть много точек, да, ну, и как бы вот мы считаем следующее, когда у нас зафиксировано конкретное W и W1, то они нам дают какие-то конкретные значения вот для каждого X, они нам дают какие-то конкретные значения вероятности того, что соответствующий Y равен 1. А дальше у нас есть наши данные, которые нам даны. То есть, например, мы можем взять вот эту точечку и посмотреть на ее правдоподобие. То есть, вот у нее есть какой-то X, и мы можем посмотреть, ну, она сама, у нее у самой Y равен 0. Но наша модель предсказывает здесь, что, скажем, вероятность того, что у нас здесь будет единица равна, ну, например, там 0,7, допустим. как-нибудь вот так у нас устроим. Здесь, например, 0,7. То есть, это означает, что если я спрашиваю, какова вероятность того, чтобы мы получили именно вот эту точечку, то ответ для вот этой точки 0,3, потому что вероятность того, что мы получили 0, как раз 0,3. А для вот этой точки она будет больше. допустим, здесь она пусть будет 0, скажем, допустим, пусть будет 0,4, и тогда вот для этой точки правдоподобие будет 0,6. А вот для вот этой точки, например, здесь пусть будет 0,8. Для этой точки правдоподобие будет чему равна? 0,8. 0,8, да, потому что она как раз единицей получилась. То есть, на самом деле, правдоподобие будет считаться так. Значит, само правдоподобие, да, и при этом мы считаем, что для каждой точки правдоподобие понятно, как считается, а дальше мы считаем, что все эти точки независимые были получены. То есть, как бы у нас независимое подкидывание монетки, но, возможно, с разными иксами, с разными вероятностями единицы. Поэтому правдоподобие всех данных получается просто как произведение правдоподобия каждого дата-поинта. Соответственно, правдоподобие это произведение по i от 1 до n на какой-то такой штуке. Значит, у нас y и t ну, давайте я так напишу p от x и t в степени 1 минус y и t на 1 минус p от x и t в степени правда ли я пишу или наоборот? Значит, p это у меня вероятность единицы. Нет, видимо, все-таки наоборот здесь нужно написать. Значит, p это вероятность единицы. И, значит, если y и t равен единице, то мы должны получить p, а если y и t равен нулю, то мы должны получить наоборот 1 минус p. Да, вроде вот так. Похоже на правду? Как? Ну, как? вот на самом деле с такими произведениями работать неудобно поэтому как правило люди работают с логарифм правдоподобия лог лайкли ход это называется соответственно вместо произведения получается сумма и получается сумма вот таких вот штук y и тх логарифм p от x и т плюс 1 минус игрек это на логарифм 1 минус p от x и т и вот эту штуку мы теперь хотим минимизировать ну там по w от 0 w 1 то есть п понятно я могу сюда поставить вместо п вот эту вот штуку и вся вот эта вещь окажется просто функция w 0 и w 1 потому что x и т и y это фиксированной штуки то есть на самом деле зависимость от w 0 и w 1 она здесь закодирована в том как у нас п вычисляется п эта штука зависит от параметров w 0 и w 1 дальше вы можете это минимизировать просто минимизируя значение функции двух переменных с обычными это максимум правдоподобие вот значит ну вот то что сейчас мы полностью уже специфицировали задачку то что получилось как раз называется просто классической логистической регрессии ну опять же понятно что я здесь везде писал одномерный x можно писать не одномерный x просто здесь будет тогда не w 0 плюс w 1 x 1 плюс w 2 x 2 и так далее все остальное останется прежним вот и значит вот эта штука называется как раз логистическая регрессия ужасно популярная модель буквально если вы хотите сделать какую-то понятную интерпретируемую модель про которую вы сможете объяснять что означает как она работает то в общем логистическая регрессия это скорее всего ваш выбор вот да значит я на самом деле тут сразу возникает некоторая хитрость дело в том что во первых как вы можете заметить здесь возникает некоторый те монологическая путаница значит я сначала сказал что бывают задачи регрессии задачи классификации з aconteceu работает когда мы передсказываем число а задача классификации к нам предсказываем класс а потом сказал что самый популярный алгоритм решение задач одессе классификации 2 классовый называется логистической почему-то регрессии ну вот так вот действительно получается, но на самом деле с одной стороны это терминологическая путаница, с другой стороны в этом есть смысл, потому что в результате регрессия нам предсказывает все-таки не сам по себе класс, она предсказывает нам вот эту вот вероятность p от x. И это все-таки уже число, поэтому в какой-то мере использование термина регрессия оправдано. И дальше возникает вопрос, а как нам, собственно говоря, это число преобразовывать назад в класс? Получили p от x. Как найти предсказание класса? Ну, на самом деле это можно делать по-разному. Ну, хорошо. Какой самый естественный способ вы можете предложить? Самый естественный больше одной второй первой, единица поменьше одной второй ноли. Да, самый естественный способ это действительно задать порог одна-вторая и предсказывать, значит, если да, то предсказывать. предсказывать единицу, если нет, то предсказывать 0. Вот, но на самом деле, ну, это такой, если мы ничего не знаем про задачи, то это естественный способ именно так сделать. Но на самом деле, опять же, как я уже говорил, у вас в реальных задачах могут быть разные потери в зависимости от того, в какую сторону вы ошиблись. Может так оказаться, что для вас класса 0 и 1, это не просто класса 0 и 1, а что-то, что имеет как бы какие-то принципиально разные сущности. Ну, например, допустим, у вас вы делаете какой-то медицинский тест, и у вас 0 – это человек здоров, 1 – человек инфицирован. И в этом случае у вас совсем разная цена ошибки. И если вы, там, для здорового человека скажете, что он инфицирован, ну, вы там сделаете еще какое-то количество анализов, вы увидите, что что-то с чем-то не сходится, и, там, переделаете ваш анализ, и дальше придете к выводу, что, наверное, он все-таки был неинфицирован. Ну, скорее всего, от того, что человек лишние два дня подлежит в больницу, он не умрет. А если вы, наоборот, инфицированному человеку скажете, что он неинфицирован, то проблемы могут возникнуть гораздо более серьезно. Поэтому, в принципе, какой порог здесь выбирать, когда вы конвертируете вот эти вероятности в уже результирующие предсказания, это вопрос философский, зависит от того, что вы хотите получить, какие у вас цены ошибок и так далее. В принципе, вы можете эту величину делать больше или меньше. Ну, например, если для вас важно, например, чтобы нолики не предсказывались бы как единицы, то вам нужно... Сейчас, допустим, наоборот, чтобы единицы не предсказывались как нолики. Это означает, что вам нужно сделать этот тест менее чувствительным, то есть вам нужно вот это число, этот порог уменьшить. Вот. Ну и дальше возникает вопрос, как оценивать качество предсказаний. Это касается не только регрессии, это относится... Не только логистические регрессии, это относится в целом к классификаторам. И это штука, которая на самом деле не очень очевидна. Как-то вот с обычными регрессиями как-то все попроще. Мы там можем посчитать, насколько мы ошиблись. Можем посчитать какую-нибудь метрику типа R квадрата относительно ошибку, относительно разброса Y. Но там все более-менее понятно. В классификации как-то все чуть-чуть менее понятно, и там существует огромное количество разных метрик. Ну вот есть самый простой способ оценки качества предсказаний – это посчитать величину, которая называется accuracy. Это просто... Это просто как часто... Какова вероятность угадать правильный класс? Как часто ваш алгоритм предсказания угадывает? Для тех, кто никогда этого не слышал, вопрос. Как вы думаете, какая может быть проблема с accuracy в качестве метрики качества предсказаний? Например, если я говорю, что у вас accuracy некоторого метода 99%, значит ли это, что метод работает хорошо? И в кислотитациях может оказаться, что он работает не очень хорошо. Может быть, какие-то проблемы с выборкой могут быть? Ну и какие? Например, что у нас вся выборка состоит из какого-то смещенной выборка, и у нас рассматривается специфичный случай, и для него у нас вероятность 99%, то есть accuracy. Но для общего числа, то есть для генеральной совокупности у нас accuracy гораздо ниже. Ну, это вы говорите про, так сказать, это вы, в принципе, говорите про смещение выборки, про какой-то distribution shift, как говорят. И эта общая проблема, она касается не только классификации, это что угодно у вас. Если у вас, так сказать, если вы обучали модель по какой-то штуке, которая не является адекватной выборкой для генеральной совокупности, то, скорее всего, у вас будут проблемы. Если вы обучали модель на детях, а потом пытаетесь ее использовать на взрослых, то, скорее всего, есть большие шансы, что никакие чудеса Data Science вас не спасут в этом случае. Но нет, все-таки мы сейчас предполагаем, что та выборка, на которой мы обучались, она в целом соответствует генеральной совокупности. И все равно, какие могут быть проблемы? Ну, давайте представим себе, что это реально есть какая-то история про медицинское тестирование. Допустим, вы получаете, вы делаете какие-то анализы, а потом у вас есть какая-то модель, которая эти анализы смотрит на эти результаты анализов и дальше как-то их обраматывает и выдает предсказание того, что человек чем-нибудь нехорошим болен. Как вы думаете, есть, может быть, проблема с Accuracy? Ну, возможно, то, что у нас очень большая цена ошибки, и 1% для нас слишком большая вероятность, если не угадать. В медицинских приложениях важно понимать, какая у вас цена ошибки. Окей, а можете еще развить свою мысль? Не думаю. А вот смотрите, давайте я скажу так. Я вам могу легко предложить алгоритм, который будет, скорее всего, очень хорошо предсказывать, выдавать очень хорошее Accuracy в задаче предсказания некоторой редкой болезни. Как вы думаете, как мой алгоритм должен работать? Причем алгоритм ужасно дешевый, ужасно простой. Ну, мы ставим, что вероятность никто не болен, да. Да, значит, если болезнь редкая, то мы просто всегда, мы просто всем говорим здоров, 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 здоров. Если болезнь ужасно редкая, то есть если у нас, мы протестировали тысячу человек, и из них 999 действительно здоровых, значит, то наша Accuracy будет чудесным образом 99,9%. При этом понятно, что такой алгоритм абсолютно бесполезен, потому что он не дает никакой информации. То есть нам нужно учитывать вероятность уже положительного и уже отрицательного результатов. Да, да. Значит, вот Accuracy – это штука, которая вообще ничего не знает про ложное, никак не различает ложное положительное, ложное отрицательное срабатывание. И у нее есть большая проблема, что она на несбалансированной выборке она выдает какие-то… Ну, несбалансированные выборки – это когда одного класса много больше, чем другого. Выборки, большая Accuracy – ничего не значит. Уж как минимум нужно смотреть, нужно хотя бы сравнить с частотой наиболее часто встречающегося класса. Вот. Поэтому кроме Accuracy используют разные другие метрики. Их на самом деле много. Я даже не уверен, что я сейчас все так сходу вспомню. Значит, давайте я попробую. Значит, и есть, например… Ну, в целом все эти метрики строятся из такой таблички, которая говорит нам… Ну, значит, вот то, что я сейчас говорю, относится к двухклассовой классификации. И мы предполагаем в этой двухклассовой классификации, что у нас есть два класса, один из которых мы называем положительным, а другой отрицательным. Опять же, какой класс каким называть – это уже вопрос к тому, как вы это все интерпретируете. Значит, ну вот сейчас у меня классы будут называться не новиком и единичкой, а плюсиком и минусиком. И, соответственно, у меня, возможно, четыре варианта для каждого наблюдения, для которого мы знаем правильные ответы, для которого мы делаем предсказания. У меня, возможно, четыре варианта. Это очень похоже на то, что происходит при тестировании гипотез. Сейчас, значит, ну давайте я напишу, что у меня есть как бы то, что на самом деле происходит, и наши предсказания. И вот, возможно, четыре варианта. Значит, если мы предсказали положительный класс, и он на самом деле положительный, то это называется true positive. И если мы предсказали положительный класс, тогда как он на самом деле отрицательный, это называется false positive. Соответственно, вот эта штука называется false negative, когда мы предсказали отрицательный, а на самом деле он положительный. И вот эта штука называется true negative. То есть вот у вас есть четыре числа, и из этих четырех чисел можно создавать всякие разные комбинации, которые что-то меряют про качество предсказания вашей модели. Например, можно найти штуку, которая называется true positive rate. Это следующая величина. Это то, насколько из всех положительных объектов, насколько много вы из них идентифицировали. Значит, true positive, я хочу все положительные, значит, это будет вот так. Дайте я на всякий случай проверю. Правда ли я пишу? Да, правда пишу. Значит, и, соответственно, есть false positive rate. Это то же самое, что только для… Сейчас, значит, это наоборот. Это сколько мы делаем false positive из… tpr, fpr. Значит, это должно быть, видимо, из всех отрицательных. False positive. Да, из всех отрицательных. fp плюс tn. Вот, есть такие метрики. Есть метрики, которые называются precision, не путать с accuracy. Я даже не знаю, как они по-русски толком называются. precision – это следующая штука. Это насколько много среди тех объектов, которые мы обозначили как положительные, насколько много среди них положительных. Значит, это нам нужно true positive разделить на true positive плюс false positive. А есть recall – это штука, которая показывает, насколько много положительных мы сумели идентифицировать. То есть, может так оказаться, что мы действовали очень осторожно, мы идентифицировали только… Все объекты, которые мы идентифицировали как положительные, они на самом деле положительные. Но при этом есть еще другая уйма положительных, которых мы не заметили. Значит, вот чтобы понять, есть она или нет, можно поделить те, которые мы идентифицировали как положительные, значит, разделить на… Те, которые мы верно идентифицировали как положительные, разделить на множество всех… А, сейчас, recall – это кажется то же самое, что TPR. Давайте-ка я проверю. Правда, это… Да, это то же самое, что TPR. Вот. В общем, есть на самом деле еще куча способов, как что-то тут такое померить. Из этих четырех чисел можно составить много разных выражений. Но нам сейчас понадобятся, на самом деле, вот эти вот два числа, TPR и FPR, True Positive Rate и False Positive Rate, потому что я хочу рассказать… Ну, на самом деле, не то, что я хочу. В экзамене, который по навыкам работы с данными, которые вам вполне вероятно предстоит сдавать, такой вопрос есть. Значит, и есть штука, которая использует вот эти вот две величины для того, чтобы попытаться понять, насколько хорош наш предсказательный алгоритм, при том, что мы можем, ну, вот как в логистической регрессии, мы можем выбирать разные пороговые значения. Значит, вот вся вот эта вот история про accuracy, про вот эти вот штуки, она появляется в тот момент, когда вы установили пороговые значения и получили предсказания, получили предсказания, значит, уже в виде классов. Положительный класс, отрицательный класс. Но меняя пороговые значения, вы будете менять эти самые предсказания, вы будете менять вот эти вот чиселки. И дальше может возникнуть вопрос. Ну, вот хорошо, у нас есть два алгоритма, они оба нам выдают какой-то набор вероятностей, то есть они оба выдают какую-то вот такую функцию типа p от x, и мы хотим понять, какой из них лучше. Но при этом мы оставляем за собой право модифицировать вот этот самый порог. То есть мы хотим какую-то интегральную характеристику алгоритма предсказания класса, которая бы в какой-то мере была бы независима от того, какой именно порог мы здесь выбираем. По всем порогам одновременно. И в этом случае делают такую вещь. Значит, рисуют такую картинку. Вот если я порог меняю... Давайте я сейчас пример какой-нибудь покажу, чтобы было понятно, как эта картинка рисуется. Давайте считать, что у меня есть p – это мои предсказания, а y – это настоящее значение. И, соответственно, и p – это вероятность. Вероятность, которую наш алгоритм... Это то, с какой вероятностью, по мнению нашего алгоритма, данный объект относится к положительному классу. И давайте считать, что у меня эти вероятности расставлены таким образом. А соответствующие правильные y – давайте я напишу, что это y true – они устроены так. Значит, здесь, допустим, минус, минус, плюс, минус, плюс, плюс. И давайте я даже сделаю вот так. Вот так стало. И теперь можно построить такую картинку. Значит, смотрите, я по горизонтали буду откладывать false positive rate, а по вертикали я буду откладывать true positive rate. И дальше я могу выбирать разные пороговые значения. И в зависимости от этого самого порогового значения у меня эти fpr и tpr будут меняться. Давайте начнем с того, что у меня пороговое значение вот здесь. то есть это означает, что все вот эти наблюдения я отношу к классу минус, а все вот эти наблюдения, которые ниже этой черты, я отношу к классу плюс. Но, правда, ниже этой черты нет никаких наблюдений, поэтому я все наблюдения отношу к классу минус. Вопрос. Чему равны tpr и fpr в этом случае? Давайте я восстановлю... Определение tpr и fpr. Допустим, что я в качестве порога выбрал вот такой. И он ужасно осторожный в том смысле, что он записывает в положительный класс только те наблюдения, у которых p больше, чем 0.7. А таких наблюдений у нас нет. Значит, что тогда можно сказать про true positive rate? Значит, чему равняется вот эта величина true positive в этом случае? True positive – это количество объектов, которые мы записали в положительный класс и которые на самом деле положительные. Ну, 0. 0. А чему равняется false positive? 100? Ну, 1. Смотрите, false positive означает, что мы записали этот объект в положительный, тогда как он на самом деле отрицательный. То есть для того, чтобы объект был объявлен в false positive, мы должны его объявить положительным. И мы стартуем вот отсюда, из точки 0,0, которая соответствует вот такому значению порога. Теперь давайте я буду поднимать мой порог снизу вверх. Вот так идти. Значит, теперь порог вот такой. Между 0,6 и 0,7. Вот это вот все записываем в отрицательный класс, а вот это записываем в положительный. Чему теперь равны TPR и FPR? Давайте посмотрим на TPR, что с ним произошло. Во-первых, заметьте, что знаменатели вот в этих двух дробях, они никогда не меняются по мере того, как я меняю порог. Потому что у меня вот здесь в знаменателе вот эта вот величина – это просто все положительные. А вот эта величина – это просто все отрицательные. Поэтому знаменатели никогда не будут меняться, а числители будут меняться. Значит, что произошло, когда я сдвинул пороговое значение на одну позицию вверх? Чему теперь равняется TPR? Одна четвертая. Одна четвертая, да. А FPR чему равняется? Не изменилось 0. Не изменилось 0. Значит, поэтому я здесь делаю шажок вверх. Давайте я сразу разделю вот эту штуку на 4 части. Значит, здесь будет одна четвертая. Здесь будет единица. Вот эту штуку я разделю на 3 части. Ну и давайте смотреть, что дальше будет происходить. Когда я теперь повысил порог еще сильнее, вот сюда вот, что произошло? Принципида, это одна вторая, а ноль. Да, у меня возникла вот такая вот штука. А потом я дохожу вот досюда, и теперь уже начинается что-то интересное. А именно теперь у меня все вот эти числа записываются в класс минус, а вот эти в класс плюс. Значит, теперь что произошло? Значит, во-первых, когда я добавил вот это вот наблюдение в класс плюс, количество наблюдений, которые я правильно отметил как положительное, не увеличилось, потому что оно самоотрицательное. Вот эта штука увеличилась на единицу. Поэтому я здесь делаю шаг вот такой. Ну, на самом деле и так далее. Дальше просто нужно идти снизу вверх, и каждый раз, когда я вижу плюсик, делать шаг вверх, а каждый раз, когда я вижу минусик, делать шаг вправо. Значит, вот у меня дальше будут два плюсика, а потом два минусика. Вот получается такая кривая. Значит, эта штука называется рок-кривая. рок-керф. Почему она рок? Это вопрос, покрытый мраком, происходит откуда-то из, я не помню, из какой-то электротехники, радиоэлектроники, откуда-то оттуда. Ну, в общем, тем не менее, сейчас часто используется. Значит, что можно про эту рок-кривую сказать? Например, какую бы рок-кривую мы в идеале бы хотели? Или, иными словами, какую последовательность минусиков и плюсиков мы бы здесь хотели бы в идеале? Если вот мы считаем, что мы эту картинку рисуем там по отложенной выборке, никаких проблем с тем, что мы переобучение получим, нету. И вот, честно, хотим сделать так, чтобы у нас эти предсказания были бы правильными. Что это означает? Что это означает с точки зрения вот этого столбцаура, и что это означает с точки зрения этой кривой? Ну, мы хотим, чтобы у нас, получается, все предсказания были положительные, которые выше порогового значения. То есть мы хотим, чтобы сначала у нас была ТПР вертикальная, вертикальная линия, потом горизонтальная. От 0.0 к 0.1 к 1.1. Да, вот мы хотели бы, на самом деле, чтобы у нас бы вот эти плюсики и минусики упорядочились бы таким образом, что вот когда мы их упорядочиваем по степени возрастания уверенности алгоритма в том, что этот объект нужно отнести к классу плюс. Да, чтобы они бы упорядочились бы вот так, что сначала идут одни минусики, а потом идут одни плюсики. И это бы соответствовало тому, что мы здесь на картинке видим вот такую вот вещь. То есть наличие, вот если наша кривая доходит до вот этой точки, то это означает, что мы в этой точке получаем идеальный алгоритм, а именно алгоритм, который просто предсказывает все правильно. Ну, по крайней мере, если выбрать правильный порог. То есть для такого алгоритма существует пороговое значение, для которого наши предсказания являются идеально правильными. Вот здесь нужно его выбрать. Вот. Ну, а давайте еще такой вопрос. А вот как бы выглядела бы эта кривая? Давайте представим себе, что у меня очень много данных. И давайте представим себе, что мой алгоритм работает вообще совершенно от балды. То есть, что вероятности, которые он здесь нам выдает, вообще никак не соотносятся с тем, какие у нас правильные классы, положительные или отрицательные. То есть, иными словами, давайте представим себе, что у меня вот этот вот столбец. Значит, давайте я скажу так, что у меня случайные предсказания. То есть, это означает, что, опять же, вот здесь у меня упорядоченные вероятности, а тут у меня просто плюсики и минусики раскиданы как-то совершенно случайно. То есть, для идеального предсказания мы хотим, чтобы все плюсики были бы внизу, а минусики наверху. А для случая случайного предсказания у нас получается, что есть плюсики и минусики раскиданы случайно образом. Как тогда будет выглядеть эта рог-кривая? х равно у. Да, ну вот это означает, что мы как бы горизонтальный шаг совершаем с такой же вероятностью, как вертикальный. То есть, в среднем, если этих шагов, если у нас данных много, то мы получили бы какую-то картинку, которая просто выглядит, как такая лесенка, идущая вдоль прямой у равняется х. То есть, на самом деле, чего бы мы хотели? Вот реально нас интересует то, насколько сильно наша картинка, вот эта штука, насколько сильно она отличается от вот такой диагонали. На самом деле, нас интересует стандартный метрик, который здесь вводится, она называется ROGAUK. Это просто вот такая площадь. Значит, вот эта штука называется ROGAUK. Вот такая площадь. И понятно, что чем больше она, тем как бы лучше. Это тоже, на самом деле, немножко хитрое утверждение, потому что нужно, как бы если у вас есть... Дальше, может быть, вам нужно будет попытаться понять... Может так оказаться, что вам нужна модель не самым большим ROGAUK. Но, как правило, это вот считается, что это такая хорошая метрика. Ну и другой способ думать про этот ROGAUK, это взять вот эту площадь. Вот эта площадь хороша тем, что если она ноль, то это означает, что у вас просто предсказание случайное, и ваш алгоритм никуда не годится. А если она близка к одной второй, то это хорошо. Обычно ее еще дополнительно удваивают. И вот эта штука, она называется индексом Gini. И это, в общем, то, что вы уже знаете под названием индексу Gini, с этим, в общем-то, связано. Тоже какая-то, там тоже какая-то, не какая-то кривая, я помню, была какая-то задачка на каком-то сервисе. Кривая Лоренсона. Да. Что-то такое было. Я даже ее проверял. Я даже для нее, кажется, разбор писал. Вот, значит, в общем, удвоенная вот эта площадь – это Gini. Вот. В общем, хочется, чтобы вот эти вот штуки, они были бы, чтобы они были бы побольше. На самом деле, у вот этой величины, рок-аук, есть теоретическая вероятность на интерпретацию, а именно, рок-аук – это следующая вещь. Это вероятность того, что… Значит, что если вы возьмете два наблюдения, одно из положительного класса, а другое из отрицательного класса, то… Сейчас как бы это написать. вероятность того, что P от X и T будет больше, чем P от XGT при условии, что X и T из положительного класса, а XGT из отрицательного класса. Игорь, кстати, я точно такуя можно написать. То есть как бы эта вероятность… Это следующая штука. Это вероятность того, что на угод взятые две точки, одна из одного класса, другая из другого класса, будут упорядочены нашим классификатором в правильном порядке. Так, чтобы та из них, которая из положительного класса, имела бы большую вероятность отнести не к положительному классу, чем другая. Ну, это упражнение доказать, что действительно так. В принципе, по той конструкции, которую я сейчас показал, это кажется несложно сделать, но кажется, я этого никогда не делал. Вот. В общем, есть вот такая метрика. Она хороша тем, что она как бы такая интегральная, что она не говорит нам, какой конкретно порог нужно изучить. Она просто говорит нам вот в целом, если мы случайным образом, грубо говоря, порог выбираем. Ну, не случайно, а как-то выбираем его. Она говорит что-то про то, насколько хороша выглядит наша модель. Вот. Но тут всегда возникают проблемы, когда у вас есть что-то такое многомерное. Всегда возникают проблемы, что когда вы это редуцируете до какой-то одного числа, может быть, вы неправильно редуцировали. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть определенная критика вот этой увеличенной ROC-ауг, тем не менее, очень распространенная вещь. И, скорее всего, если вы будете заниматься каким-нибудь Data Science, вы с этим столкнетесь. Вот. Так. Ну что, у меня время закончилось. Какая сегодня теоретическая лекция получилась? Но, видимо, в следующий раз я вам все-таки что-то еще покажу на практике. Погоняем логистические регрессии, посмотрим, как это работает. Построим ROC-кривые. Продолжение следует... Продолжение следует...